Сегодня я буду проповедовать на тему «Какой стиль прославления правильный?» Если вы с нами уже давно, то на протяжении месяца или даже больше мы говорим на тему поклонения, прославления в Духе и Истине. Первую, вторую, третью часть вы можете послушать на нашем YouTube-канале. Сегодня это будет четвертая часть продолжения этой темы. Я, друзья, верю, что прославление – это важная тема, это неотъемлемая часть каждого верующего человека. Каждый христианин должен знать, насколько много в Библии на эту тему сказано. Начиная с книги «Бытие» и через всю Библию, я не уверен, если мы знаем, сколько раз употребляются вот эти слова, хвала, прославление, поклонение Богу, написано «Все творение, все дышащее дохвалит Господа». Мы видим, что Бог очень сильно возвышает эту тему, и мы сегодня, люди на земле, должны знать, что эта тема актуальна не только здесь на земле, но это то, что мы с вами будем делать в вечности. Вот почему важно глубокое понимание именно этой темы поклонения и прославления. И здесь, друзья, мы с вами только начинаем тренироваться. Наше основание всей этой темы было Иоанна 4 глава, где Христос говорит, истинные поклонники будут поклоняться Богу Отцу в Духе и Истине. И поклоняющиеся Ему должны, подчеркиваю слово, должны. Это не просто идея, предложение, это долг каждого верующего человека. Когда мы говорим о поклонении Богу, важно помнить, что есть две грани. Как оно выражается? В предыдущих частях мы с вами достаточно говорили о том, что в основном наше поклонение Богу выражается за пределами церкви. То есть это наш образ жизни. Это не только один раз в неделю полчаса. Другая сторона или грань поклонения Богу, это когда мы собираемся все вместе, вот здесь, в собрании, и мы выражаем наше поклонение через вместе пение, молитва. И этим мы выражаем наше прославление. И сегодня я хотел бы, чтобы мы больше акцентировали наше внимание на общем поклонении в церкви именно тогда, когда мы собираемся вместе с вами. Для того, чтобы лучше понять эту тему и разобраться, сегодня есть немало споров, какая же церковь правильная, какая форма служения правильная, какой стиль самый правильный в церкви. Для этого я предлагаю всем нам вернуться в историю. И наш брат Лео Франк и Михаил Макиенко помогли мне сегодня разобраться в этих исторических фактах, которых я вам сегодня представлю. Итак, история прославления в Писании. Первый вопрос для вашего, чтобы вы не скучали. Где в Библии музыка упоминается впервые? Быстро, быстро, быстро вспоминаем, проверяем знания. Это Бытие, четвертая глава. Просто факт. Дальше. Посмотрим с вами четыре периода прославления в Библии. Первый из них – это народная музыка и пение. Некоторые места из Писания у вас на экране. У нас не будет сегодня времени вникнуть и прочитать каждый из них. Я сделаю краткий обзор прославления в Писании. Итак, народная музыка и пение. Мы встречаем это в истории израильского народа. В основном это выражалось спонтанностью, множеством разных инструментов, простые мелодии и ритмы. Израильский народ поклонялся, прославлял Бога. Второй период – это Скиния. Здесь мы видим, что было предписано определенное предназначение или форма служения. Библия – Бог очень детально дал инструкцию, как нужно построить Скинию, как там нужно правильно поклоняться. И люди приносили там определенные жертвы. И все с одной целью – чтобы поклоняться Богу. Третий период, который мы видим в Писании – это храм. Храмовое поклонение. Это время, где мы видим отношение Давида, Соломона к музыке и пению. И в храмовом поклонении мы замечаем, что там была очень четкая организация. Там были официальные музыканты. И там были обученные певцы. В этих текстах вы можете все это проверить. И четвертый период истории пения и музыки в Писании – это синагога. И здесь это тоже можно увидеть из исторических фактов, где люди собирались вместе, читали Священное Писание, они пели, прославляли Бога и имели молитвы. Во всех этих четырех периодах музыки и пения в Библии можно заметить что-то общее. Первое. Везде люди пели и играли на инструментах, кроме какого периода? Кроме скинии. Здесь идет речь только о музыкальных инструментах. А точнее, в Писании не прописано конкретно, какие инструменты музыкальные они использовали. Но есть интересный факт. Есть некоторые инструменты, 100%, которые использовались в скинии. Вопрос, какие? Вы можете сделать небольшое исследование, если вам интересно. Я вас специально пытаюсь заинтересовать. Дальше, друзья, хочу, чтобы мы с вами заметили, во всех четырех периодах истории прославления в Библии вопрос к вам – стили менялись? Это важный вопрос. Стили менялись? А Бог менялся? А цели менялись? Вот, друзья, важный вывод. Пока люди спорят, какой стиль самый правильный, нам важно из истории Писания увидеть и запомнить, что на протяжении истории в Библии стили, форма поклонения менялась. При этом Бог остается неизменный, и цели, и сегодня неизменны. Главное – поклоняться Богу и прославлять Его. Поэтому, друзья, это исторические факты. Также в Библии мы находим, что были и танцы. Это было в израильском народе. Мы видим это в примерах, например, Мириам, Давид, Псалмы и другие моменты. Также мы знаем, что и в Новом Завете эта тема прославления или поклонения, она продолжает сегодня быть актуальной и в наши дни, потому что Христос сказал «поклоняйтесь в Духе истине». Новый Завет Ефесянам, 5 глава, написано «прославлять Бога псалмами, гимнами, духовным песнопением». То есть и сегодня Бог ожидает этого от нас. Давайте обратим несколько внимания на пение и музыку во время Давида. Посмотрите, как интересно это там проходило. 1 Паралипоминон, 25 глава, написано «Пели в доме Господнем с кинвалами, псалтирями и цитрами в служении в доме Божьем. И было число их с братьями их обученными петь». Обращаю внимание, это были специальные люди. Они были обучены, то есть этому уделялось серьезное внимание. Это был отдел, обученный петь пред Господом всех знающих с ее дела 288 человек. Как вам такой хор или группа прославления? Как вы представляете это на сцене? Это вот исторические факты. Еще один пример. 1 Паралипоминон, 23 глава. «И собрал всех князей Израилевых, священников и левитов и четыре тысячи прославляющих Господа на музыкальных орудиях, которые он сделал для прославления». Вопрос. Сколько было музыкантов? Четыре тысячи. Как вам кажется, новое здание, которое мы строим, поместит? Такой оркестр. А следующий вопрос. Как вам кажется, это было громко или тихо? Ну, просто спрашиваю на всякий случай. Четыре тысячи музыкантов. Да, друзья, несмотря на... Вы представьте себе, вот смотря какой мощный отдел поклонения и прославления Богу. А еще для того, чтобы мы не скучали. Как вы думаете, бюджет? Представляете? Бюджет. Вот представьте себе вот такое общество, да? Все ради одной цели. Поклонения и прославления Богу. В современном, если вы посмотрите на следующую картинку, не знаю, вот такой примерно оркестр, музыки. И представьте себе, цель не просто концерт. Цель поклонения Богу. Все, все, все собрано, все вложено, налажено. Все с одной целью. Вы представляете, какой мощная хвала и пение Богу. И организатор за всем этим кто? Давид, он был самый известный поклонник Бога, который так его прославлял, что он назван в Библии муж по сердцу Бога. Итак, представьте себе, вот какие мы видим из Писаний примеры яркие поклонения Богу. Поэтому, друзья, смотря на разные исторические периоды пения и музыки, важно помнить, что в Библии стиль менялся. И сегодня стиль прославления, форма поклонения в церквях, она тоже изменилась. И у меня к вам вопрос, а через сто лет она будет такой, как мы сейчас? Или она, возможно, будет другой? Поэтому, друзья, стили могут меняться. О них не стоит сильно спорить. Но принцип остается неизменный. Мы должны поклоняться Богу. А теперь немножко еще исторических фактов уже из более современной истории после Христа. Итак, мы знаем, что вначале первые христиане не собирались по домам, собирались в маленьких общинах. И они славили Бога, как могли, в простых условиях. Дальше мы знаем, что пришло появление мессы или пришел католицизм. Это развитие христианского движения. И в конце 4 века прихожанам католической церкви запретили петь. Смотрите, как развивается история. Люди пели, потом им запретили петь прихожанам. Дальше. В христианской истории приходит отмена почти всех музыкальных инструментов. Католическая церковь отменяет все инструменты. Католики оставили только один инструмент в церкви. Какой? Правильно, орган. Православная церковь движется в том же направлении. Тоже история отменяет все инструменты, оставляет только один инструмент в православной церкви. Какой? Товарищи православные, вы должны знать. Один инструмент остался в церкви. Колокол. Ага. Да, инструмент. Дальше. Позже, в 16 веке, лютер возрождает общее пение в церкви. Видите, как история меняется? Как это влияет на поклонение, на музыку, на пение, на развитие. А теперь мы с вами переселяемся в более современную историю для всех, кто рожден в Советском Союзе. Вам это будет интересно. В 1950 год советская власть очередной раз предпринимает попытку придавить церкви евангельское движение и снова этим воздвигая гонения на церковь через репрессию, которая заключается в том, что они запрещают музыкальные инструменты в евангельских церквях, вообще в церквях запрет на инструменты все, кроме физгармонии. Цель – предоставить верующих для остального общества непривлекательными. Предоставить верующих как сектантов, как забитое, неразвитое, необразованное общество. Только музыкальные инструменты остались в одной показной церкви в Москве. И когда приезжали иностранные делегаты и говорили, что в Советском Союзе нет свободы религий, и здесь верующие гонимые, то их привозили в эту церковь в Москву и показывали, смотрите, у нас все есть. Вот инструменты, а вот певцы, вот все есть. Но это была всего лишь показная фишка советской власти. На самом деле христианские церкви были преследованы, музыка запрещалась, но не все подпольные церкви согласились подчиняться этой идеологии. Поэтому прославляли Бога как могли. Иногда очень тихо, потому что соседи могли тебя заложить. имели инструментов немного, плюс закон против тебя. Но зато пришла свобода. И чуть позже, в период свободы для христиан в Советском Союзе, некоторые люди верующие продолжили отстаивать ту сторону, что музыку в церковь нельзя приносить. Что пение и инструменты – это не положено. И они сами того не осознавали, что они не Писание отстаивали, а советскую идеологию, которая этим старалась душить церковь. И дальше, 2000-е, чуть позже, в 90-е, 2000-е годы пришла другая форма прославления, новые песни и стили, которые принимают в большинстве или разные евангельские церкви. И смотря на эту всю историю, нам сегодня, славянам, я думаю, для всех заметно, что понятие как прославление, само слово или понятие, которое выражается в пении и музыке, для традиционных славянских церквей стало нарицательным, негативным из-за нового стиля музыки и одежды, которое принесло харизматическое движение в евангельские христианские церкви. Вот, друзья, история. Начиная от бытия и до наших дней. Я думаю, что она понимает нам немножко понимать наши корни и что мы имеем сегодня. Хотя люди, которые сражались против идеи, прославления, музыки в церкви, возможно, сами не осознавали, что сама идея, она взята точно из Писания. Сама идея, принцип, он дан сам Богом для людей и сегодня. И сегодня выражение хвалы и поклонения Богу, оно было и есть во все времена, а вот форма, она менялась. Но это не главное. А теперь мы с вами переходим ко второму пункту форма прославления в нашей церкви. Каждая семья, бизнес, государство имеет свой порядок и культуру. У одних дома нужно разуваться, у других не обязательно. У одних дома кушают вилкой, в других странах кушают руками. Кто из них правильнее? Кто праведней? Конечно, друзья, мы понимаем, что в каждой культуре, в каждой церкви, в каждой стране есть разные формы служения, есть разные стили. И мы на все часто смотрим через призму нашего воспитания и наших традиций. И здесь важно помнить, если определенный другой стиль формы поклонения, пения, музыки, одежды, если это не является грехом и не нарушает Писание, то слава Богу, где-то поклоняются тихо, в других церквях, возможно, громко, где-то поднимают руки, иногда две, в других ни одной. Где-то поют много песен подряд, в какой-то церкви прославление целый час, в другой целых семь минут. Дальше, где-то в одной общине, в христианской церкви, могут прыгать, танцевать и хлопать, в другой церкви, евангельской, вообще музыку не разрешают. Какое прославление вам кажется Богу больше нравится? В первом случае или во втором? Правда, мы уверены в том, что Богу нравится то прославление и поклонение, в котором я родился, в котором я привык. Так здесь важно помнить, твоя привычка, к чему ты привык, ничего не имеет общего с библейскими стандартами Писания, традиции, предпочтения. Это нормально. У всех есть разный вкус. Но нельзя это возводить в ранг истины непоколебимой. Я думаю, друзья, что Бога, вы думаете, впечатляет музыка или без музыки? Я думаю, друзья, Бога вообще не впечатляет ни то, ни то. Бога впечатляет в сердце. Вот это Бога точно впечатляет. Поэтому, друзья, если вы не сильно уважаете тех, кто без музыки, поверьте, и в том обществе есть истинные поклонники. И там, где музыка, если вы их критикуете, то там тоже есть точно истинные. И у нас нет ни права, ни в принципе способности там разобраться, кто там правильный или нет. И это вообще не наша забота. А вообще, друзья, мы в церкви поем в нашей, не боимся новые, современные песни, и мы также не стесняемся петь и старые гимны. Я верю, что в разнообразии тоже есть красота. Ведь суть не в... Насколько песня современная, а вопрос, кто стоит за этой песней? С какой целью она поется? С каким сердцем она выражается? Какой дух она передает? Правда? Это намного важнее. Поэтому стоит помнить, что любая форма служения важнее мотив, важнее искренность. И если она не наполнена духом, жизни, смыслом, то без разницы, какая она, старая или новая, в этом очень мало пользы. Поэтому, друзья, проблема заключается в том, когда сегодня некоторые христиане берут форму служения, и они это преподносят, как непоколебимая истина. То есть, что вот только так нужно петь, только так нужно поклоняться, вот только такие песни и только такой стиль. Здесь нужно разделять вкус, традиции, мнение, культура церкви. Это нормально. В каждой церкви она другая. Это нормально. Но неправильно манипулировать и возводить это, что это истинно непоколебимое. Нет, друзья, эти детали, сколько песен, какие ритмы, это не прописано в Писании. Это всего лишь просто выбор, который мы имеем. Главное, искренность сердца, участие. Поэтому обряды стиля могут меняться, а Бог и принцип поклонения остается неизменный. Часто просто бывает проблема с нашей интерпретацией этих истин. Вернемся снова к нашей церкви. У нас во время прославления обычно, когда мы собираемся вместе, люди встают и поют песни хвалы Богу, молятся. И мы хотим, чтобы это был не концерт, а чтобы участвовала вся церковь. Мы часто говорим нашим певцам, выбирайте песни, чтобы люди знали. И также призываем всех, кто посещает церковь, участвуйте, пойте. Писание призывает каждого поклоняться. Это не формат концерта. Мы должны в этом участвовать. Для Бога это важно. Если тебе трудно стоять, в нашей церкви можно присесть, если тебе физически тяжело, можно стать на колени, можно плакать, можно улыбаться, выражать состояние твоего сердца перед Богом. В нашей церкви, например, культура любой церкви, скорее всего, она выражается по воскресному, утреннему их служению. В нашей церкви, если вы давно посещаете, вы заметили, что у нас обычно в церкви не прыгают, не танцуют, но это не потому, что это грех, а потому, что это просто наша культура, нашей церкви. Потому, что у нас вот так принято. Потому, что у нас вот такой порядок. И неправильно думать, что если человек не прыгает или не танцует, что значит, он в духе не свободный. Потому, что я знаю, которые прыгают и танцуют в ночных клубах. И они точно не свободны. Поэтому, друзья, снова вывод. Не форма определяет, не форма решает, а для Бога намного важнее сердце. Ты можешь стоять спокойно и быть свободной в духе просто настоящий христианин. А можешь быть мертвой, мертвой, религиозной, как Христос говорил, гробы окрашенные. Ведь же хочется не притворяться, а жить по-настоящему для Бога. Поэтому, друзья, в нашей церкви, в нашей форме также позволяется поднимать руки. И даже две можно. У некоторых тоже в этом есть вопрос. Поэтому я хочу вам привести пару фактов, слова, описывающих хвалу в Библии. Есть такое еврейское слово «ядах», которое переводится «рука». И смысл этих текстов или слов говорит о том, что в Библии вы можете сами проверить значение этих еврейских слов, что поднятием рук можно Бога прославлять, выражать Ему наше почтение, поклонение. Мы говорим, что, Господи, я сдаюсь на Твою милость. И здесь есть разные тексты, которых я не успею все перечислить, которые говорят об этом, что это нормально, Бога так прославлять и выражать. Другие я не успею все их пройти. Еще есть слова, которые на следующем слайде вы увидите. Преклонение колен. Что это значит? И там есть масса слов, когда вы начинаете изучать оригинальный текст Библии, который выражает практически, как можно поклоняться Богу. Проблема в том, что мы часто многих этих вещей не знаем. И мы начинаем напрягаться или же осуждать. На самом деле все-таки важнее понимать сам принцип поклонения. Если ты верующий, то помни, что мы должны поклоняться, сказал Иисус Христос. Поэтому во время поклонения в нашей церкви или если ты из другой церкви, я призываю тебя, пожалуйста, не скучай. Не осуждай, не отвлекайся, не улетай мыслями. Важно участие твоего сердца. Искренность. Не стой, не пережидай, но поклоняйся и научи детей поклоняться. Чтобы их хождение в церковь не было мертвой привычкой, она их не удержит в церкви. Чтобы они познали живого Бога и поняли, почему мы ходим в эту церковь. Друзья, поэтому мы поем и новые, и разные песни, и важно еще добавить, не стоит копировать иногда разные популярные тренды или стили не в том проблема, что не обязательно грех, а иногда бывает, когда люди копируют что-то такое современное, крутое, и при этом забывают, что главная цель нас это прославить Бога и войти в Его присутствие. Но проблема в том, что Божье присутствие нельзя скопировать. Ты скопировал стиль чей-то, но ты не скопируешь Божье присутствие. Поэтому снова тот же вывод, форма это не главное, это не решает, это не дает жизни, главное это состояние твоего духа. И сегодня я могу смело сказать, что я за свои годы бывал в разных странах, жил в трех разных культурах, множество церквей объездил, и знаете, что везде есть люди, которые называются истинные поклонники. Хоть они и по-разному все это выражают. Поэтому в нашей церкви, когда приходит время и мы поем, я призываю тебя, дорогой брат, сестра, пой, не стой, а пой, прославляй Бога. Если песня и мелодия незнакома, тогда молись. Но у некоторых здесь снова попадают люди в ступор. А как же молиться во время пения и музыки? Хороший вопрос. Давайте разберемся. Деяние 16 глава. Написано, Павел и Сила молясь воспевали Бога. У меня к вам вопрос, они молились или они пели? Читайте внимательно. А возможен вариант одновременно? А еще вопрос. Молитва под музыку нарушает Писание? А есть такой закон, что нельзя молиться под музыку? Ну, вы можете перечитать все переводы, конечно, такого нету. А вот что есть, это есть форма, есть традиция, есть предпочтение, есть церковная культура. И это нормально. Ее нужно уважать. Если там молятся без музыки, нужно это уважать. Если там молятся и поют под музыку, нужно это уважать. Но не надо говорить, что это противоречит Писанию. Это просто наше предпочтение, это наша культура нашей церкви. И в этом я бы хотел добавить, что есть две крайности. Некоторые люди, когда молятся, включается музыка, у них пропадает молитва. Они не могут молиться под пение. Другая категория людей, я думаю, вы их тоже знаете, они молятся только под музыку. Только под музыку. Воршип это обязательно должна быть музыка и пение и какой-то шум, и тогда мы молимся и исполняемся и это Божье присутствие. И как только вы выключаете музыку и Дух Святой улетает. Как это? Вы понимаете две крайности? Одна крайность растерялся, что под музыку не смог помолиться. Другая крайность без музыки не может. Как будто Божье присутствие работает вот от этого только зависит. Друзья, мы должны научить нашу молодежь молиться и без музыки. Или же некоторые думают, если свет включил или выключил, то это тоже влияет на твое поклонение. Так получается, что на тебя влияет? Чем ты движен? Музыкой, светом, громкостью, бес без или что тебя движет? Твое познание Бога или обстоятельства? И ты так пришел и обстоятельства не очень, не то, что тебе нравится, и твоя духовность так раз издулась. Так подожди, а почему ты растерялся? Ты прославляешь Бога из-за обстоятельств? Из-за формы? Так посмотрите на апостола Павла и силу. Вы думаете, когда они там пели в тюрьме и прославляли Бога, то там более такие, к которым они привыкли, они так комфортно встали и запели песни, которые им знакомы. Или там были обстоятельства, атмосферка была вообще не в ту сторону. А они начинают петь и прославлять Бога. Оказывается, значит, движет твоим поклонением Богу что-то больше, чем форма и глубже, чем обстоятельства. И настроение не влияет. А сегодня, как иногда мы выражаем наше поклонение Богу. Да, друзья, нам важно понимать, что мы должны научить и молодых, и старших людей. Музыка или без музыки, ты не должен теряться. Не теряйся. У тебя есть предпочтение, это нормально. Но не теряйся. Помни, что наше поклонение основано, мы это делаем в духе и в истине. Вот если у тебя есть это познание, ты будешь поклоняться при любых обстоятельствах. ты не растеряешься. А привычка может меняться. Главное, чтобы принцип оставался тот же. В продолжение переходим к третьему пункту. Личное и общее поклонение Богу. Здесь, друзья, мы тоже должны понимать, что есть вещи, которые мы делаем дома, только потому, что мы у себя дома. Мы там себе можем позволить одеваться больше или меньше. Мы там себе можем позволить иногда прическу не сделать, как обычно. Мы можем себе там позволить лазить на карачках там по полу и с детьми играться. И сдавать какие-то звуки такие странненькие. Правда? Но мы в обществе так не делаем. Когда мы приходим в церковь, правда, то мы тут себя ведем по-другому, одеваемся по-другому, ведем себя по-другому, потому, что ты находишься в обществе. И тут есть культура, тут есть какие-то определенные правила, и мы по ним живем. Точно так же, друзья, и в церкви. Когда мы приходим в церковь, в любой церкви есть определенная культура, порядок или форма служения, но есть и тайная комната. И вот если тебя что-то не устраивает в общей культуре, в общем собрании, тогда все вот эти недостатки ты можешь компенсировать дома. То есть дома в личной своей молитвенной комнате ты можешь там прославлять как хочешь. прыгай, хочешь лежи перед Господом, хочешь громко, хочешь тихо, но главное, чтобы это было искренне и перед Богом, и не под каким-то там влиянием левым, а правильно, истинно. И тогда, друзья, там тебя никто не осудит, и ты там можешь выбирать какой форма стиль тебе по вкусу. Другой вариант приходить в церковь и начинать бубнеть. Мне там то не нравится, то не нравится, вот это не устраивает, то певцы, то музыканты, то группы, то мелодии, то стиль, то еще что-то. И целое служение не поклонялся, никак не поклонялся, но зато и дома не поклоняется. А Христос сказал должны. И дома приходят, а дома суета, дома другие идолы свои личные, близкие. А в церковь пришел, и здесь не можешь как бы. И как бы застрял. Так вот, друзья, в церковь мы приходим для поклонения только один раз некоторые в неделю, некоторые через неделю. И так чуть-чуть там на полчаса максимум. И вы думаете, это достаточно? Для Бога вы думаете, это вот нормально, вот раз в неделю, а потом живи как хочешь всю неделю? Вот этого Бог ожидает поклонения в духе и в истине? Или дома личное поклонение имеет даже больше глубины и значимости в глазах Бога? Потому что если для тебя это не приоритет, ты никогда дома это делать не будешь. Поэтому, друзья, когда мы попадаем в служение, то это нормально придерживаться общего порядка и уважать культуру, форму той церкви, куда ты попал? Вот мы, например, когда ездим слава Богу в нашей церкви, с этим как бы проблем нету. Люди, которые приезжают в нашу церковь, слава Богу, что они вливаются. Например, когда мы ездим в другие церкви с СМБ, с студентами, с хором, у нас сейчас только что была поездка через всю Америку в штат Вашингтон. 7,5 тысяч миль проехали, больше 20 церквей посетили, и в каждой церкви разная форма служения. И студенты, которые всю жизнь, например, прожил, вырос в одной церкви, он приезжает, и у него как будто взрыв мозгов. Он думает, «Вау, куда я попал? Вот это да, люди в ад идут, ну как бы они не так славят, как мы». А в другую попадает, и думаешь, «Вау, а я такого еще вообще не видел». А потом едет дальше и дальше, и потом он как-то потихонечку догоняет, что оказывается люди славят Бога по-разному. Главное, чтобы это было искренне перед Богом. Но когда мы приезжаем в другую церковь, важно не приходить туда, в чужой монастырь, со своими порядками, и порядок той церкви, куда ты приезжаешь. Иногда бывают люди, насмотрелся YouTube, там же разные стили, и человек потом то, что на YouTube насмотрелся, приносит потом в церковь и пытается это продвигать в церкви, где совершенно другая культура. Это не тот стиль, не тот порядок. Проблема не в том, что это грех. Проблема в том, что вот здесь есть такой порядок. Вот почему церквей есть много, и стилей есть много разных. Поэтому ты должен найти церковь, которая тебе по сердцу, и там поклоняться, любить ее, как свою домашнюю церковь. Не стоит просто там бубнеть себе под нос, там что, то не так, или то не так. Как я сказал, что надо уважать, и добавлю, работай на созидание твоей церкви, где бы ты ни жил, на единство церкви. Для того, чтобы приносить это единство и в стиль, и в культуру. И когда мы говорим о единстве такого общего собрания, то совет не будь странным. Когда иногда бывают люди поклоняются, проставляют, вы, наверное, замечали, либо на сцене, либо в зале, человек начинает себя очень странно вести. Но я не буду вдаваться в детали, вы, я думаю, представили. И на него как бы люди смотрят. И с одной стороны, человек, если он искренне, честно поклоняется Богу, то тогда вообще не спешите его осуждать. Может быть, не все знаем и не все понимаем. Но общий принцип, не надо выделяться или быть странным. Если ты хочешь выразить твое поклонение Богу по-другому, не так, как это принято в этой церкви, то какой вариант есть? Дома. Помните, мы с вами проходили, есть общее поклонение, вот храмовое, в собрании, мы собрались все вместе, а есть личное. И вот там, в личной комнате, как хочешь, поклоняйся. А когда ты пришел в общество, то принцип тогда, не надо выделяться, не надо сильно привлекать на себя внимание, либо твоим поведением, либо одеждой, либо еще каким-то выражением. чем ты привлекаешь внимание на себя, то это сбивает, мешает, потому что главное внимание должно быть на того, кому мы поклоняемся, Богу нашему. Главное, чтобы фокус оставался на нем, а не на тебе и не на нас. А если тебе не хватает чего-то, например, молитвы в церкви не хватает, прославление никак не удовлетворяет, тогда компенсируй дома. А почему мы думаем, что прорыв должен пройти только в воскресенье? Если ты с понедельника по субботу в жизни не поклонник, то прорыв в воскресенье, ну, сами понимаете, да? Ты по жизни должен быть поклонником. Ты должен иметь личный источник. Ты должен быть этим поклонником непоколебимым. за пределами церкви. Да, друзья, мы хотим исполнять во время поклонения не просто мертвый обряд один раз в неделю, а мы хотим по-настоящему поклоняться Богу. Четвертый, не осуждай другую форму служения в других церквях. Ну, во-первых, Писание призывает нас не судить. Я сейчас не говорю об учениях, доктринах или ересях. Я говорю только о форме служения. Я думаю, возможно, что через лет десять к кому-то придет зрелость и изменится их отношение или форма. Правда, это возможно? Тебя кто-то терпел с любовью? Возможно? Так и ты отвечай взаимностью. Лучше вместо того, чтобы унижать других, сказать, я вот это не понимаю, вот эту форму служения, но я не осуждаю. Например, не понимаю вот прославление. Вот здесь вот оно мне как бы не нравится. Но есть больше плюсов, которые, надеюсь, нравятся. Поэтому, друзья, здесь важно вот эти акценты расставить правильно. я уверен, что почти любой человек их все сто процентов в нашей церкви или в другой не устраивает. Кому-то не нравится детское служение, кажется, слабенькое. Кому-то не нравится музыкальное прославление, кажется, как вам оно кажется. Кому-то не нравится проповедь недостаточно глубокая и так далее. И вот человек бывает ходит с этим и мучится. Вот это не устраивает. И он не может ни раскрываться, ни поклоняться, ни быть как бы потому что вот что-то его грызет. Но смотри, например, твоя жена, тебе все в ней абсолютно нравится? Не смотреть налево и направо, просто это диалог наш с вами. А теперь жены, скажите, вам в ваших мужьях вот все нравится? Вот ну сто процентов. Не надо отвечать, чтобы у нас праздник и день мамы. И вот представьте себе, если не все нравится, то мы же правильно, адекватно проанализировать, что плюсов больше, я надеюсь. И поэтому, друзья, вот это, что нас и держит вместе, плюсов больше, есть и минусы. Поэтому, друзья, здесь важно это применять и к церкви, любой церкви, что нету идеальной церкви. Куда бы вы ни пришли в другую церковь, идеальную, она перестанет быть идеальной, потому что вы туда пришли. Поэтому, друзья, важно видеть плюсы, которых чаще больше и фокусироваться больше на позитивном. И если даже тебе не нравится поклонение, то помни, это не для тебя. Мы поклоняемся Богу живому. Да, друзья, Бога важно не только уважать. Людей мы уважаем. Богу мы поклоняемся. Это совершенно другой уровень. Вы знаете, интересный факт, что в Молдавии есть только один пятидесятничный союз евангельских христиан. В чем удивление, что обычно в разных странах есть разные конфессии и даже среди баптистов, пятидесятников, харизматов есть много течений или разных делений одной конфессии. Как вы думаете, в чем секрет, почему в Молдавии только один? Ответ простой. Потому что они дали церквям свободу иметь разную форму служения. Их объединяет учение, объединяет главное, а второстепенное форма служения, одежда, какой стиль, прославление, служение, это он разный. Но они фокусируются на том, что у них общего объединяет. Правда, хороший пример для подражания? Поэтому не стоит сильно осуждать или унижать других, другие церкви, и это нам только помогает раздуваться в самоправедности. Потому что, друзья, в каждой церкви есть искренние христиане. Вам только стоит поближе с ними познакомиться, и вы найдете точно 100% богобоязненных людей в любой церкви с разной формой. И лицемеров найдете, но там также будут и искренние люди. Я вам расскажу свою историю. Я вырос в очень консервативной церкви. Я не знаю, если вы верите, в самой правильной, нерегистрированной. И я привык к одному формату служения. Это была очень строгая церковь. И потом в 15 лет этот подросток попадает во Францию, в Европу. Представьте себе, 15 лет жил вот в закрытом одном обществе, и потом раз ты попал в Западную Европу, и я захожу первый раз в церковь французскую. Вы представляете мою реакцию? Используйте воображение. Попал. И так смотришь так. Вау. Вау. Так думаешь, и это верующие? Это христиане? Я был настолько шокирован их стилем служения или прославления, во-первых, как они одевались, во-вторых, как они хлопали, в-третьих, у них барабаны в церкви. И я думаю, 15 лет пацан, жалко их. неплохие люди, а идут в ад. Вы понимаете, как ты смотришь через призму своего воспитания? Ты думаешь, что правильно только вот у нас в церкви. Только вот так можно и все. И Богу вот мой стиль самый лучший. И прожив там пять лет, друзья, я не только привык к другому стилю. И мне этот стиль даже стал нравиться. Но я понял, что в каждой нации, в каждом народе и в каждой церкви есть точно богобоязненные люди. Я их видел своими глазами, хотя они по-другому поклоняются, хотя у них другая церковь, другая форма. Но я знаю, я точно знаю, что там есть богобоязненные люди. Я, друзья, не знаю, какое ваше мнение за нашу церковь. В комментариях можете написать, только осторожно. Но я точно знаю, что здесь сто процентов есть искренние поклонники, настоящие христиане, люди, которые живому богу служат, не только когда здесь собираются, по жизни, это те, которые поклоняются ему в духе и в истине. я не желаю вам этого, но представьте, что ваш сын наркоман или ваша дочь ушла из дома, убежала в 16 лет. Вы по этому поводу много страдали, долго молились, чтобы бог их вернул в церковь. тоска страдания спустя много лет сын вернулся только не в ту церковь, то есть не в вашу, не в правильную, не в ту, где славят, как мы понимаем, а в другую, как раз вот в ту, в которую вы осуждали. ой, у них там прославление, ой, у них там, а он как раз туда пошел. Ваша реакция. Только честно. Вырывается, слава богу? Так неуверенно, но правда? Мы понимаем, что слава богу, что вернулся. Слава богу, что в церкви. Хоть там и не так одеты, не так славят, не ту музыку и все. Но когда ты начинаешь потом осознавать, что главное, а что второстепенное, то потом вот эти твердыни, они начинают рушиться. И приходит свобода. И ты начинаешь христиан уважать, благословлять, не осуждать, а понимать, что в каждом всегда есть выбор. искренний ты поклонник или просто фальш, независимо от формы служения. Поэтому, друзья, последнее. Писание говорит, принеси Богу в жертву хвалу. Мы не просто с вами говорим о поклонении, уже четвертую серию. Это для Бога вообще крайне важно. Я вас просто призываю, обратите внимание, вникните, поверьте, для Бога это очень важно, поклонение Богу. И ангелы поклоняются. Вы знаете, друзья, есть большая сила в поклонении вместе. Вот мы сегодня говорим об общих собраниях, когда мы в церкви, в единстве. Псалом 49 написано, кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня. Интересно, оказывается, и сегодня можно приносить жертвы нам, жителям Нового Завета. Кто приносит в жертву хвалу. Мы думаем, это так, ну просто там попел себе песенки, так головой помотал, там как-то позевал, поскучал, как бы переждали. Нет, жертву, хвалу, это какой-то другой уровень, не просто такого пения, под настроение. Еще одно место Писания уже Новый Завет. Евреям 13 написано, и так будем через Него непрестанно, внимание, внимание, не теряйтесь, непрестанно приносить Богу жертву вместе громко хвалы. А дальше практика, как это на практике работает? То есть плод уст прославляющих имя Его. как все просто. Осталось только на практике применять. В английском переводе написано губы должны шевелиться. То есть когда мы поем Богу, когда мы встаем и вот это время поклонения, прославления, не стой. Не потому, что я хочу, а потому, что к этому призывает Писание. плод уст, плод уст, то есть ты своими устами, своим голосом, своими губами начинаешь Богу петь, Его славить, Его хвалить, Ему молиться, Ему поклоняться. И Писание называет это жертвой. А почему вы думаете такой высокий уровень? Что хвала и поклонение это не просто такая тематика в нашей церкви? жертва. Как вы думаете непрестанно хвалить Бога легко? А это еще теперь попробуйте ответить вам всегда хочется Бога славить? Стоп, стоп, честно, честно, честно. А вам всегда хочется Бога за все благодарить? Или зависит от настроения? Или зависит от обстоятельств? Или зависит от музыкантов? Или зависит от певцов? Или зависит от формы служения? Жертва. Жертва хвалы названа жертвой, потому что мы ее приносим Богу, когда нету сил, настроения, когда больно, когда трудно, когда непонятно, и мы начинаем Богу петь вот эта жертва. Когда настроение хорошее, твой стиль, там все в порядке, как бы. Если искренне, тоже хорошо, но жертва это что-то глубже. Жертва хвалы, это плод уст твоих. Вот почему не нужно на прославлении ждать, пережидать, мучиться. Я хотел бы, чтобы не только наша церковь, а весь христианский мир, кто с нами онлайн, чтобы все поняли, что Бог это ожидает от каждого верующего, неотъемлемая часть. Не скучай, не пережидай, научись поклоняться, научись делать искренне, научись делать в духе и в истине, разберись, что главное, что второстепенное, и поклоняйся Богу, и научи детей своих. Я однажды был на стадионе с моим сыном, 70 тысяч христиан, и они поют христианские гимны. И мой сын еще был младше, так смотрит по сторонам. Ты говоришь, папа, они все верующие? Я говорю, да, сын. 70 тысяч человек поют христианские гимны. Я думаю, там любой, там такое влияние даже на неверующего, это такая сила, такая мощь, такая присутствие Божьей славы, когда его люди поют и приносят плод уст, не стоят, а плод уст. Вау! Представляете, как будет на небе? Представляете, как было во времена Давида? Представляете, если сегодня церковь начнет Бога по-настоящему славить и поклоняться? Бог, написано, живет где? среди славословий. Я вас призываю, я вас умоляю, церковь Living Stream Church, мы должны научиться поклоняться Богу, научиться поклоняться Богу и делать это искренне в духе и в истине. Давид был самый известный поклонник, человек по сердцу Бога. сегодня стань таким. Аминь.